Виновен в умышленном убийстве, покушении на убийство и незаконном обращении с оружием. На этом настаивает прокурор и просит для Сергея Руденко, его судят за нападение на воинскую часть, пожизненного заключения. Кроме того, подсудимый должен выплатить деньги потерпевшим. Мать погибшего солдата Владимира Березюка требует миллион гривен. До компенсации настаивают и пострадавшие военные. Каждый требует по 100 тысяч гривен. С учетом тяжести совершенных преступлений, с учетом дерзости, с учетом цинизма этих преступлений, они лишили жизни человека, они планировали лишить жизни других военнослужащих с целью завладения оружием. Конечно, позиция государственного обвинения ориентировала суд на вынесение приговора, связанного с пожизненным лишением свободы. Защита убеждает служителей Фемиды. Организатором нападения был погибший брат подсудимого. Именно он убил солдата-срочника Владимира Березюка и ранил старшего лейтенанта Олега Гурина. Адвокат просит судить Сергея Руденко только за кражу и незаконное обращение с оружием. За эти преступления подсудимому он тоже бывший военный. Грозит до 15 лет тюрьмы. Почему профессиональный военный, вооруженный нестрельным оружием и имея навыки ведения ближнего боя, при этом имеет реальную возможность применить оружие, имея подтверждение обвинения умысла на убийство, все-таки не довел этот мысль до конца. Указанное может свидетельствовать только об одном – Руденко не имел намерения никого убивать. Словам своего защитника вторит и подсудимый. Говорит, они с братом хотели только забрать оружие, угрожая военным обрезом ружья и охотничьими ножами. Ваши все совминения не согласны, поскольку, как я уже указывал, у меня не было умысла. Причем, кому-то вред, особенно кого-то убивать. Хочу еще раз извиниться перед русскими огнями погибшего солдата за от себя и от него не могу спокойно обратно. Несмотря на извинения подсудимого, мать погибшего солдата настаивает на высшей мере наказания. В то, что Сергей Руденко и его брат убивать никого не хотели, ни родные погибшего Владимира Березюка, ни пострадавшие военные не верят. Скажем так, что надо сделать, чтобы я добровольно сдал оружие. Тут вариант только один. Других вариантов не может быть. Только, скажем так, убить человека, чтобы я отдал добровольно свое оружие. Тем более, что такое их ножи против того же самого у меня пистолета либо автомата. Это, скажем так, ничего. Рассматривать это дело служители Фемиды продолжат завтра. В заседании объявили перерыв. Подсудимый попросил время, чтобы подготовиться к последнему слову. Валерия Шапаренко, Алексей Жучков, Медиагруппа «Объектив». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова